Республика Казахстан 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 министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым. Премьер вручил Чинкову орден «Достык второй степени», которым президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев наградил руководителя АИБА за вклад в развитие спорта. 24 октября 2013 года во время Чемпионата мира в Алматы состоялась презентация Всемирной академии бокса, в которой приняли участие члены Исполнительного комитета Международной ассоциации бокса, руководство АИБА, Казахстанской федерации бокса и национальных федераций, прибывшие на первенство планета. Подарок в честь презентации академии сделала Белорусская федерация бокса, подарив статую Зубра, национальный символ своей страны. Поблагодарив президента Казахстанской федерации бокса Тимура Аскаровича Кулебаева за огромную работу, проделанную федерацией, доктор Ву отметил, что академия станет центром развития мастерства для всех боксеров мира, входящих в семью АИБА. В конце мая 2014 года Всемирная академия бокса была введена в эксплуатацию. Первыми, кто опробовал возможности комплекса, стали представители женских сборных Казахстана, Узбекистана, Монголии и России. В академии регулярно проводятся обучающие курсы и семинары для специалистов. В период с 1 по 8 сентября во Всемирной академии бокса состоялся сертификационный семинар АИБА по программам APB и WSB. В нем приняли участие тренеры, судьи, супервайзеры более чем из 15 стран мира, около 160 человек. Семинар включал в себя теоретические и практические занятия, завершившиеся экзаменами. В Казахстане построили академию бокса АИБА, очень большой толчок для развития бокса. Первый находится в таком, ну просто прекрасном месте, да, прекрасный воздух. Только при въезде уже сам ландшафт, аура, природа, где расположение, это много уже о чем говорит, энергетика, заряд такой мощный. В горной местности тоже большие возможности есть для занятий боксом, для подготовки именно, чтобы функциональные возможности до предела боксеров подготовить. Ну здесь, здесь в основном она как? Предназначена для того, чтобы здесь обучать тренеров, судей, врачей. И здесь будут повышать квалификацию не только наши тренеры, а будут преподавать будут профессора со всего мира. Так что это и для наших тренеров, и для всего АИБА, для всего бокса, это, я думаю, что большое, большое дело. То есть здесь есть люкс, люксовые, значит, одно место, двухместные, трехместные. Кроме того, у нас есть квартиры здесь для людей, которые, для тренеров, для специалистов, которые будут приезжать. То есть здесь будут и лекции проходить, значит, семинары, судейские семинары, тренерские семинары. Кроме того, будут проходить сборы, совместные сборы, международные встречи, значит, многих-многих сильнейших боксеров планеты. Здорово то, что построили огромный бассейн, очень красивый, уютный, хорошо. В воде очень трудно выполнять какие-то движения, то есть боксеру это необходимо. Если до профессионального уровня, то это необходимо, очень важно. Ну и просто развивать всякие группы мышц. Бассейн необходим. Что касается баскетбола, то баскетбол такая игра, то есть игровая тут, нужно подвигаться, тут сплоченность всей команды, то есть точность удара. Попробовав теннис, большой теннис, то понимаешь, насколько это тяжело, что не просто держать ракетку, не просто отбивать мяч, очень тяжело. Но это вот как раз-таки для боксера вот этот вот челнок передвижения как раз-таки нам нужен. Я думаю, все виды спорта нам нужны. Не только, например, бокс, но и всем видом спорта мы занимаемся. Даже вот сравнить, мы иногда думаем, девчонки, футбол играем, баскетбол играем, волейбол играем, бегаем. Мы думаем, мы пойдем на любой вид спорта и там можем тоже победить. Недавно даже боксер Александр Поветкин, чемпион мира по профи, тоже изъявил желание, посмотрел, посетил эту базу и изъявил желание тренироваться. Вот он говорит, следующий сбор я проведу здесь. Очень радует. Вот когда мы занимались, мы занимались, у нас, вот я все время рассказываю о том, что у нас зал был в подвале. Подвальный зал. Ну да, как можно сравнить? Вообще я даже не могу сравнить. Я не могу. Я просто в восторге. Мы никогда не мечтали, и поэтому не с чем сравнивать. Это совсем что-то такое космическое. Вчера сюда приехал, и здесь был и Серик Сапиев, наш олимпийский чемпион, и Баха Царсегбаев. Они посмотрели эту базу, посмотрели и говорят, елки, как в наше время, ну тем более, если в мое время. Ну у нас мы в подвалах тренировались, где-то даже души не было, где-то помыться. А здесь такие условия, что здесь нельзя, даже они говорят, что здесь нельзя не стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом, потому что здесь все делают, для нас все сделали, теперь только от нас все зависит, как говорится, чтобы доказать, что не зря вкладывает в наше государство такие огромные средства. Наряду с открытием вот таких вот академий, вот такой академии, у нас очень хорошие результаты. Я больше чем верю, что еще лучше будут результаты, потому что это все делает Тимур Раскадзе, для имиджа, для спортсменов, для любого возраста. Здесь будет и молодежная, и юниорская сборная. Ну предусмотрели все. Внутри оснащение, значит, бассейны, спортивные залы, место, игровые залы, где можно проводить одновременно соревнования, где можно проводить семинары, учить людей, прекрасный воздух. На улице есть футбольное поле, баскетбольное, теннисное. То есть все предусмотрели. Вопросов нет. Это лучшая база. Ну, такой базы нигде нет, на самом деле. Ее нет. Она этим уникальна. И поэтому для казахстанских, это вообще говорит о казахстанском спорте в целом, и о боксе в частности. Что касается боксеров, имея вот такую возможность, я думаю, что уровень бокса поднимется на совершенно другой уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова